Я разговариваю, это абсолютно, это в основном, во-первых, в основном это украинцы, они из или Донбасса, или недалеко от Донбасса, есть маленькие проценты, которые русские добровольцы. Я с ними тоже разговариваю. В основном это люди, которые не имеют никакого военного опыта, в основном это нормальные, обычные граждане, которые взяли оружие, теперь правы, неправы, это другой разговор, но они абсолютно уверены, что они защищают собственные дома, как они говорят, от фашизма. Знаете, это очень странное ощущение для корреспондента, который много конфликтов осуществлял в Ираке, в Афганистане и очень-очень много в Чечне. Это очень странно, потому что, во-первых, это кажется абсолютно виртуальный конфликт и абсолютно искусственный конфликт. Это не значит, что уже нет жертвы, и это самая трагичная вещь, но абсолютно искусственный конфликт. И, во-вторых, ты разговариваешь с людьми, которые не совсем понимают, как действительно настоящая война выглядит. Я не знаю, как настоящая война выглядит. И то, что происходит в Украине, это страшно, это ужасно, это трагично, но это пока только начало. Это может стать гораздо-гораздо хуже. И третье, я первый раз ощущаю конфликт, где я чувствую прямую ответственность журналистов. У вас на украинском телевидении и здесь у нас на российском канале идет мощнейшая пропаганда. А это удивительно, потому что ты разговариваешь с людьми, которые ты чувствуешь, что они повторяют то, что они слышали на телевидении. Значит, это без сомнения. Вот для меня, если вы можете их описать, как вы хотите. Значит, но когда вы говорите, что это террористы, это ровно то же самое, то, что говорит, значит, Кремля, значит, о чеченстве, первой чеченской кампании. Те люди, с кем я разговаривал и с кем я был, это абсолютно нормальные граждане, которые взяли оружие, потому что они чувствуют, что они под угрозой, к сожалению. Дальше самое главное.